Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! И сейчас на своих экранах вы видите результаты методики MMPI. Методика MMPI на 377 утверждений, адаптация Березина. Это реальные результаты реального человека. Это мужчина 35 лет от роду с высшим образованием в должности инженер. Ниже приведена таблица его конкретных результатов. Шкала лжи, шкала достоверности, шкала коррекции, шкала ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, мужественности, женственности. Или по-другому еще иногда ее называют мускулинности, феминности. Шкала паранойи, психопатии, шкала номер 8, самая интересная шкала. Шкала шизофрении, маниакально-депрессивное состояние, и шкала интроверсии, экстраверсии. Это реальные результаты, так они выглядят графически. Обратите внимание, да, то есть шкалы достоверности ЛФК хорошо расположены. И соответственно все результаты по каждой из шкал укладываются в общенормативную норму. Так называемую границу нормы. Находится она в диапазоне от 30 до 70 Т баллов. Почему я вам все это показываю? Часто в интернете слышу дискуссии о том, что же такое норма. Если угодно, я просто хочу вам показать эту самую норму. Понятно, что существует масса других каких-то интересных методик, тестов, каких-то проб. Некоторые из них работоспособны, некоторые не очень. Но вот методика MMPI, в общем-то она никем не оспаривается. Абсолютно надежная, проверенная временем, практикой, валидизированная методика. И соответственно в ней четко прописана норма 30-70 Т баллов. Грубо говоря, проводя вот здесь вот линию, полоску, можно четко увидеть, что этот человек в эту норму укладывается. Сниженная шкала номер 5 говорит о том, что это действительно мужчина, что присутствуют в его структуре личности. Мускулинные черты, то есть это человек ведущий себя как мужчина. Соответственно, иногда люди спрашивают результаты по времени, что они из себя представляют. Я об этом уже говорил в одних из своих предыдущих видео. Это то процентное содержание, которое человек потратил при ответах на то или иное утверждение по той или иной шкале. Соответственно, в процентном соотношении 9,4 человек потратил при ответах на вопросы утверждения шкалы номер 3 истерии и так далее. Человек задумывался и, соответственно, видно, можно построить график номер 2 по результатам временным, его показателям. Здесь они также в таблице определены. Если это осознанное, то это бессознательное в человеке. Это, в общем-то, экспериментальная функция в этой методике нами введена в нашем программном обеспечении. И во многих случаях она, надо сказать, себя оправдывает. Это отдельный большой разговор. Я надеюсь, мы ему посвятим какое-то время в будущем. Сниму неоднократно, может быть, даже, это очень интересная тема, сниму неоднократно еще видео к этому вопросу. Но пока хочу вам просто показать норму. Очень интересные результаты. Эти результаты не просто нами получены по методике MMPI. Почему я так еще смело заявляю о том, что это норма? Потому что люди проходят у нас обследование по 8-10, 12, 13, 15 методикам. И, соответственно, результаты дублируются, подтверждаются по результатам других методик. По результатам собеседования, индивидуальной беседы, так называемой. И по результатам точных, экспериментальных, надежных методик. Таких как MMPI, KT, LUSK и других. Вот это самая норма. От 30 до 70 Т баллов. Самый идеальный, красивый профиль, который можно себе представить. Просили показать норму в MMPI. Вот, собственно, показываю эту самую норму. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...